Дождь 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 Совсем скоро и камня не останется от прежних гостиниц и государственного концертного зала «Россия». Ну да, видишь сколько? Гранита. Вон еще висит, можно памятников наделать, нормально. В этом году у ГЦК «За Россия» открывают площадь звезд. Дождь Тогда мы хотели быть абсолютно западной страной. Наверное так и было, да. Заимствование. Ну хотя первую звезду уже заложили Утесову, да, то бишь преемственность советской эстрадой была прямая. Ну вот эти колонны – это колонны фойе ГЦК «За Россия». А эти черные дыры сейчас – это вход в сам зал. Символично. Сама площадь завалена, площадь звезд. Может покопаемся, может они еще там остались, сдадим в Цветмет пару звезд. Может какая польза будет от этой площади. Причем это очень по-русски, да, с какой-то пумпой, с каким-то таким вот прямым эфиром, по-моему, это чуть ли не было. Да? Открыть это, сказать, вот, вот мы сейчас, площадь звезд, все плачут у экранов, а потом х**кать и все разрушить. Индустрия клипов и фестиваль поколений – это начало формирования нового стиля. Примета того, что и в шоу-бизнесе, и в главном его выразителе телевизии, как становится важнее, чем что. Начинается эпоха такой телевизионной иронии, таких, каких-то шуток между строк, полунамеков. Как бы это не для всех, для тех, кто понял. Где вот есть ирония, там сразу появляется и цинизм. Разом три выпускника, самый прорывный в центральном телевидении, молодежной редакцией, в этом году становятся рулевыми телестиля. Журналист Леонид Парфенов. Добрый вечер, это 28-я серия проекта «Намедни» 1961-1991, наша эра. Кандидат биологических наук, режиссер программы «Взгляд» Константин Эрнст. Вы смотрите «Матадор». И бывший телеосветитель, и тоже «Взглядовский» режиссер Иван Зимидов. То, что происходит в родном шоу-деле, несмотря на внешний хаос, тоже имеет свою логику. В результате они стали законодателями какого-то стиля, который до сих пор как-то существует, звучит. И это очень узнаваемые манеры. Ну вот, я не знаю, пародировать Парфенова, например, очень легко. Вот можно взять любую газетную статью. Штурмовать фестивальный зал на этот субботний показ пришлось почти как вудсток толпанистовства. Похоже. Он переворачивает предложение, да, и это нужно делать. Тогда ты будешь чистый парфенов. Да, тогда вот так. Почти как вудсток штурмовать пришлось этот фестивальный зал. Да. Главные кумиры эпохи – эстрадные и телевизионные соединения, телеэстрада рождает идолов. Мама говорит, вот опять какой-то дурак башкой, по-твоему, замотал. Ты вот так вот это вот всегда в ритм это вот говорил, вот говоришь и сам вот так вот. Сначала это было невероятно революционно. Прошло какое-то время, и что-то стало меняться. Стало понятно, что в какие-то программы просто так ты не попадешь. Для этого надо быть или уж очень популярным, или заплатить деньги, тогда тебя покажут. Вот. Вот и через этот вход мы с Юлией Николаевым заходили. Вот там всегда сидели очень строгие бабушки, которые тоже без списка никого не впускали. Я думаю, сейчас будет совершенно такая же история. Малиновская, Юля. У меня что-то есть. Да, я вас, кстати, помню. Здрасте. Юля Малиновская, праздничная. Да. Уже два года, как выходит программа «Утренняя звезда» – детский музыкальный конкурс. Для вас будут выступать ребята, они для вас будут петь, танцевать. Ее придумал и ведет телезвезда еще советская Юрий Николаев. Уже первый намек на то, что предпочтения элиты едва ли меняются. Каждый, кто сидит в зале, желает вам удачи. Желает вам удачи и наши телезрители, и Юленька, и я. На фоне всех передач, которые были на телевизионном экране – это серость, это грязь, это проституция, наркомания. Я шел вот обратно. А почему бы не создать вот такую вот совершенно… Да, нереальная сцена, да, вот совершенно другой мир, такой фантастический мир с прекрасным светом сцены, с детьми. «Утренняя звезда» прорывной смотрелась еще и потому, что рисовала эстраду завтрашнюю, то, чего так хотелось новой России. Мне было пять лет, когда я первый раз вышел на сцену в конкурсе «Утренняя звезда». Поэтому очень нервничал, очень переживал. Выбирать свою дорогу и по ней сменей идти. В этом году владельцы канала «Дважды-2» подпишут контракт с европейским MTV на ретрансляцию некоторых их программ. Тогдашний «Дважды-2» существует уже с 89-го и равен перестроечной невнятице. Это не издалека долго течет река Волга. Это ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, ломанный какой-то ритм. Это вообще, если вспоминать... Это город. Да. «А пока я был удивлен» «Дважды-два» будто подготавливал приход стиля, но сам стильным быть не умел. Скорее, забавным. Сегодня была самая длинная ночь и самый короткий день. Вы видите, мы снимаем днем, а меня почти не видно. Надеюсь, я с вами прощаюсь и передаю микрофон. Совершенно непонятно и что. Значит, идут клипы, еще раз клипы, рекламы и клипы. И какие-то программы совершенно, ну, совершенно такие, как говорят, балды, да? Тогда же в эфир «Дважды-два» выходят рекламные ролики «Гринпис». Их лица – Джоанна Стингрей и БГ. Не надо мусорить! Еще четыре года назад рокеры были главными выразителями времени. Но теперь, в 93-м, они уже безнадежно устарели. Кого занимали в ту пору проблемы экологии? Не надо мусорить! Телеэфир «Эль-Клуб» – в этой ночной телеигрушке игроки играют в карты, ходят в «Эль-шоп» магазин, пробуют блюда в ресторане. Авторы викторины Владислав Листьев и Леонид Ермольник, кажется, стали первыми апологетами еще не начавшегося в России потребления. «Эль-Клуб» – невероятно популярная телевизионная программа. «Городок» – два актера – Юрий Стоянов и Илья Оленников уморительно перевоплощаются практически во всю страну. В любой пол, возраст и социальное положение. Пианист обделался легким испугом. «Времечка» – это как бы антитеза главной в Советском Союзе информационной программе. «Время» – пока та рассказывала про страну и государство, «Времечка» первая почти на русском телевидении станет с предельной личной интонацией говорить о человеке. Страна во «Времечка» узнает себя. В 10 часов 30 минут программа «Пока все дома». «Пока все дома» – двоякость названия – это только ирония автора и ведущего Тимура Кизякова. С конца прошлого года вся страна вместе с ним ходит в гости по утрам и поступает мудро. Появилось такое довольно большое количество каких-то музыкальных программ, вещающих видео. И у людей был, у публики, скажем так, было желание смотреть эти видеоклипы. То есть вплоть до того, что они там записывались на кассеты, друг другу показывали, существовали какие-то видеосалоны, которые транслировали клипы в перерывах между фильмами. И сборник видеоклипов – это было таким беспроигрышным времяпрепровождением. «Поколение 93» – это первая попытка профессионально оценить, чему за первые годы шоу-бизнеса научились. «Через пару минут. Полиция нравов. Самый безнравственный дуэт страны». Зачем они конкурируют с укупником? Кто придумал для него кудряшки и очки? Первый рэп и первые лучшие клипы страны. Пару минут. Движение совсем свежее – рэп. Это не очень еще понятный афроамериканский жанр. В этом году у нас, может заметнее других, популяризирует наполовину иностранец, выпускник университета Патрису Лумумбы, то есть однокурсники большей части африканцы – Кристиан Рэй. Рэп-музыка – это музыка понтов, да? Угу. Ну, я самый крутой, этот район мой. Угу. Или я вышел из гов... а сейчас у меня золотая цепь. Но это очень русская история тогда уже. Нет, почему? Это абсолютно негритянская история. Ну и русская. Если, конечно, можно слово «негр» еще произносить. Поколение 93 было чуть не первым выходом группы МФ3 на эстраду. Рэпом здесь занимались и раньше. Тусовка брейк-данса и барабанщик звуков «Му» Алексей Павлов. Он стал МДС Павлов. По-моему, тогда это называлось хип-хоп. Хип-хоп, да? Да. А почему, что за название хип-хоп? Ну, не знаю. Давай сейчас вот пойдем по району, найдем какой-нибудь хип-кастый, штанастый. И запытаем его, скажет нам всю правду. После приза на поколение он и впрямь «Лицо поколения». Его следующий супер-хит даже так и называется «Наше поколение». В нем будет так много, что его в 96-м сделают гимном предвыборной кампании президента Ельцина. Голосуй или проиграешь. Стоп, не надо нас учить, как жить, а может быть не жить, ведь наше поколение есть, ведь наше поколение здесь. Настоящее имя крестьяна Рея – крестьян Умберто Флорос. Наполовину чилиец он так всегда и останется, как будто не отсюда. На пике успеха он уйдет в крестьянскую секту, переедет в Америку. Вся теперешняя его жизнь – в Лос-Анджелесе с тремя дочерьми и женой. Он проповедует в местной евангельской церкви и разворачивает большие благотворительные программы. Ее! Бургер! Ее! Лучше, да? Костые и штанастые, они еще, я просто хорошо помню, они еще всегда считались немножко опасными ребятами. По сравнению с кем? Со мной. Это вообще жутко опасный тип. Кадеты вообще не из самых опасных людей. Я-то думал, что... Ты про ориентацию сейчас говоришь? Ориентация поколения 93 скорее указывает, что сориентироваться сложно. Народившийся шоу-бизнес уже не родня монолитной советской эстраде, а предельно разный. Один полюс – жестковатый, подчеркнуто мужской, рэп. Второй – бесполые дети новых, открывшихся теперь свобод. Танго, танго, как Карин, ой, эротический, как птик. В мае этого, 93-го, подписали закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Еще в советскую пору, введенную 121-ю статью за гомосексуализм, отменили. Я полностью сообразил и построил себе образ сам. И сам его создал, и сам его сделал, свой продукт. Вот так. Вух, вух, вух. Вещи, что все они непорочны. И что из порог, скажи, невоздушный. Разве это порог? Я не могу сказать, что мне никто не помогал. Помогали все. И время то. Вот это озорное я приехал в 91-м году. Ой, свобода. Ой, танцуем, поем. Жуку показываем, смеемся. Рассказываем однополая любовь. Окей, давай, 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 давай. Ну, сели в этот паровоз. Ах, Моисеев. Ух ты. Ух ты. Вот это да. Как? Снимает штаны. Да все рокеры в Америке этого фишка. Раздевают штаны, показывают голову ж... А я вот у рокеров это займется, вам клянусь. В Москве в этом году открывается первый гей-клуб. И эстрада взахлеб выражает этот разрешенный теперь образ жизни. Борис Моисеев слыл невероятно одаренным фоном Аллы Пугачевой. Она любит выступать перед подтанцовкой, созданного Борисом Моисеевым танцевального трио «Экспрессия». В прошлом году Моисеев сам стал петь. А после этого разрешает себе уже все. Его программа называется «Падший ангел» и «Дитя порока». Моисеев был первым, кто сделал то, что на сегодняшнем языке называется каменкал. Сознался в своей ориентации. Вот в 1991-е годы, понимаете, я возвратился. «Время свободы», «Ельцин», «ГКЧП», «Премьера моя», понимаете, это столько событий. Опять я привез Бонни М., Людмила Георгиевна Зыкина и я. А потом там еще какие-то, понимаешь, вот такие сумасшедшие проекты. И в это время я опять раздеваю штаны, окей? Это такой, знаешь, это, наверное, вызов времени. Свобода времени. Сегодня я этого делать не буду, потому что мне это уже не нужно. В этом же году на эстраде начинает работать выпускник Гнесинки, бывший дворник Сергей Пенкин. Но если про Моисеева говорили, то про Пенкина только поговаривали. Наверное, каждый думает в мир своей испорченности. И там два таких ехидных сидели ведущих. Говорили, слушайте, он, конечно, клоун. Одет большие часы, серебряные шляпы. Вот это у меня пел классику. Это народные песни. Тогда уже это было, но тогда об этом, так как сейчас, много и серьезно не говорили. Почему? Все в первую очередь слушали голос, а потом все остальное. А потом, видимо, все-таки у нас в стране очень много латентных, так называемых геев. И вот от этого все и произошло. Ну ладно, у нас-то в стране, по-моему, очень... Ну ты сам понимаешь, от ненависти до любви один шаг. Моисеев и Пенкин станут двуглавым орлом на голубом гербе. Гражданами этого государства становится, кажется, весь почти шоу-бизнес. У нас шоу-бизнес такой состоит процентов на 60-70 из геев. И при этом начинаются какие-то вот эти вот истории, там, женить бы, не женить бы, развелся. Но этому все это немножко, конечно, противно. Но извращение не бывает умеренным. И на поколении 93 появляется самая беззастенчивая группа этой поры. Нельзя меня заставить жить, а где живут? Солистка этой группы выступает под псевдонимом Фрида. От Фридом. Свобода. Сейчас бы я назвала это, если мы просто всех рвали, понимаете? Разрывали на части. Костюм года. Полиция нравов. Их бритые головы уже пародия на скинхедов до самих скинхедов. Да, в общем, это пародия на всех. Группа Кармен. На смену кожаным курткам пришли белые рубашки и жилетки в трогательный горошек. Начинавший их раскручивать Аркадий Укупник уверяет, что даже такая кричащая мужественность по моде этого 93-го года тоже считывается как гей-эстетика. И поэтому Де так работает. Черное платье Азизы. Несмотря на длину, ног исполнительницы не скрывает. Особо стоит отметить аксессуары. Золотые цепи, будто с карикатуры на живущих теперь новых русских. Перчатки и начес. 93-й еще один нехороший для нее год. Дело об убийстве Талькова не закрыто, а слух о ее вине так и не развеялся. Ее черное настроение продолжает Татьяна Овсиенко. Популярные в этом сезоне лосины, платья и кепи. Создатели «Миража» уверяли, что не пустят ее на сцену вне группы. Но у той получилось. Юбка, штаны, блуза с расклешенными рукавами и, конечно же, черные банты в волосах Маши Распутины. Алла Агеева в этом году как раз притушит свой прежний стиль хозяйке дома терпимости. Сами участницы полиции нравов утверждают, что их внешний вид и манера поведения на сцене это протест против Аркадия Укупника, их первого продюсера. Он хотел нас назвать группой деликатес, этим все сказано. Это попки, сиси, понимаете? Красивые, смазливые мордашки. Нам было что рассказать и что показать. Да, мы взяли и вот на этот деликатес взяли вот так. Избрили все с себя. Аркадий Укупник и теперь держит студию в стенах бывшего театра Пугачевой. А вы же тоже, как артист, родились в этих стенах, да? Ну, в принципе, да. Я же начинал как просто композитор, да, ходил, показывал песенки. Пока на фестивале поколения формулируют стилевой манифест нового поколения, Пугачева возвращает Укупника в статус того самого перестроечного чудака-недотепого, каким был, например, Корнелюк, и на которых теперь дефицит. Я был просто парикмахером. Я покрасил и сделал круг. Зачем? Я не помню. Я пришел домой, я начинал главный, я отмачал, я отмакал, ничего не помогал. Вот так я вышел, без очков. Вы стали такой удачевый немножко. Ну, как-то в общем-то. А он был ее личный парикмахер. Наверное, вы ничего другого делаете. И многие стали сидеть перед зеркалом дома алкаши. Смотрели на себя в зеркало, думали, может, я тоже пи***. Такой выбор был какой-то. Раньше этой проблемы не было, а тут она возникла. Некоторым становилось страшно жить. Но к концу века это смешение, когда уже не разобрать, пацан или не пацан, станет лицом необщим выражением всей эстрады. Если ты помнишь, эта мода появилась там даже в 80-х, уже унисекс, когда непонятно кто, такие бесполые инопланетяне. Да? Вот почти как я уже. Нет. А почему это произошло? Можно это объяснить чем? Потому что появились новые наркотики. Когда человек уходил в параллельные миры, ему особенно было никто не нужен, а какие-то глупые разговоры о второй половинке... Через пару минут. Манифест «Мамба-Хари-Мамбуру». Есть ли смысл у бессмысленного? Пуч. Что спела про него эстрада? Начало эпохи беспредела. Пару минут. Пошли с подружкой, как-то мы на танце. Группа «Бахыт-Компот» образовалась в 89-м. Они – это типичный алкогольный стёб той поры. Московские богемно-поэтические дела. В рок-лаборатории было много таких групп, но Степанцов был ещё и профессиональным рифмоплётом. Это он написал песню «Король оранжевое лето» для Браво. Розовый жилет. Характерно, ну, так, всё было по рок-н-ролльному все эти три дня. И допился я до такой степени к третьему дню, что перепутал водку. Водку-зверь – это уже не реклама, такой водки нет, но водка, конечно, зверь действительно. Я перепутал горлышко бутылки с микрофоном. И половину куплета отпел в микрофон, честно. Он пел тогда подходящий к состоянию свой суперхит «Пьяная, помятая, пионер-вожатая». И за эту очаровательную глупость получает приз спонсорских симпатий – игрушечную машину «Кадиллак» и настоящую шестёрку «Жигули». Хорошие ради разнообразные. Потому что тогда денег за наше выступление не платили. Ну, платили редко и мало. А платили в основном водкой, пивом и селёдкой. Другие лауреаты поколения – «Калибри». Они как бы новый виток поколения, уже сходящего со сцены. «Калибри» – это такой женский рок до женского рока. Его приход предрекал БГ, и потому, наверное, так помогает группе записать их первый альбом – «Манера поведения». Ну да, там появились впервые по телевизору группа «Ногу свело». Группа «Пепси» с песней «Волочка», по-моему, заняла на каком-то из этих поколений первое место. И тем самым вообще стала дико популярным коллективом. Группа «Пепси» свой жанр определяет экстремальная диско. И название их первого большого хита вполне в духе выбранного жанра – «Парни, музыка, наркотики». А название группы – это уже первые попытки просчитанного пиара в шоу-бизнесе. Их директор думает привлечь спонсорских денег от минералки. Но корпорация, не уверенная в подходящем имидже экстремалов, в ответ только запретила использовать торговую марку в названии. Группу стали называть «Пепчерточка Си». «Продюсеры, которые нас растучивали, они сделали это по правилам большого шоу-бизнеса. И поэтому волей-неволей как бы встали на другую ступень и сами обалдели, куда мы попали. Потому что наши первые продюсеры стали нам предлагать ездить под минус. И мы в концертах попадали с Маликовым, с Ивановскими Интернешнлами, с очень странной компанией, которая для нас была, ну, это не нашей. Гран-при клипмекерского жюри первого этапа конкурса «Поколение 93» получают «Ногу свело». Группа «Ногу свело» стала настолько модной, что были вопросы, даже в интервью были вопросы, вы хоть понимаете, насколько вы модные? Я этого, честно скажу, толком никогда не понимал. Группа сложилась еще в 88-м году. На «Поколение 93» «Ногу свело» получает главный приз за песню «Хару Мамбуру». Это своего рода знак. На смену поэтическим откровениям русского рока в новом десятилетии приходят откровенные бессмыслицы. В это обалдевшее время, когда уже успела совсем некачественная поп-музыка, видимо, достать до печенок, с одной стороны, с другой стороны, ничего другое не родилось. И вот это, ну, ее воспринимали, да, как действительное отражение времени. Сказать уже не о чем, вот, собственно, там, билиберду какую-то и сказали. Страна вне шоу-бизнеса. Живет отсутствием зарплат, их выдают продуктами и конфликтом между ветвями власти. Из политического он перерастает в вооруженный. В только-только отходящий от революции 91-го года стране снова путь. Румам-Баха, Румам-Буру. Кажется все, что на этом можно вразумительно сказать. Большинство людей настолько устало от политики, что это было невозможно уже все смотреть. Но с 85-го года были сплошные митинги и сплошные политические акции. К 93-му уже просто запал, ну, народ устал. Запал, прошел. 19 декабря в Москве в ДК имени Горького проходит акция «Русский прорыв. Руководство действию». Фанатов гражданской обороны встречает ОМОН с дубинками. Егор Летов получает билет номер 4, свежеобразованный национал большевистской партии. Таким образом становясь первым рокером старого созыва, который открыто не приемлет сложившийся порядок вещей. Больше бунтарей на тот момент не нашлось. Тогда вообще русский национализм воспринималось как, ну, нечто совершенно крайнее. Их скорее это привлечало. Определенный флер романтизма, наверное, в этом, конечно, был. То есть он без революции просто не может? Ну, не мог. Скоро, в мае 94-го, групп выступит во Дворце спорта «Крылья Советов» под красным знаменем и с конферанцем Эдуарда Лимонова. На следующий день фрагменты концерта и интервью Летова покажет программа «А». Это будет последний раз, когда Летова покажет по центральному телевидению. Дальше уже будет только новостной сюжет о его смерти. Все, пошли. Ну, хватит, художник. Через пару минут. Рождение клипа. Родительские байки. Зачем Тигран Киосаян срывал съемки друзьям? И почему Валерий Меладзе выпал из поколения романтики смутного времени? Пару минут. В этом 93-м Валерий Меладзе исполняет свой первый сольный дебют. Романс «Не тревожь мне душу скрипка». За него в следующем, 94-м, его назовут «Открытием года». Меладзе, похоже, займет место советско-цыганской звезды Николая Сличенко. Тот тоже был завсегдатой «Голубых огоньков». У Валерия Меладзе еще нет ни одного своего клипа, чтобы показать его на поколении 93. Жюри этого конкурса – кино и телеэлита. Режиссеры Шахназаров, Тодоровский, телепродюсер Борис Зосимов, певец Владимир Пресняков. Это было таким значительным событием, таким, скажем, первой тусовочной Москвы. Потому что возглавляли его люди абсолютно такие лидеры тусовочного движения. Федя Бондарчук, Степан Полянский. Антон Тупаков, Степан Михалков, Федор Бондарчук – три актерских ребенка, в общем. Ну, золотая молодежь, да. Ну, вообще у нас странно вот эта семейственность и династийность, она вот присутствует чуть ли не в каждой области. Я себе не представляю, чтобы сын Роберта Де Ниро, вот просто потому, что он сын Роберта Де Ниро, вдруг стал снимать клипы. Де Ниро знаешь? Знаю. Вот его сын. Слава Богу, что еще дети космонавтов в космос не летают. Это вот за одно спасибо. Цифры года. В этом году канал ТВ-6 на увеличение объемов вещания тратит почти 300 тысяч долларов. Билеты на концерт Майкла Джексона стоят от 11 до 111 долларов. 20 тысяч билетов должны были продать по 18 долларов. Это был такой подарок самого Джексона. Но эти билеты попали к перекупщикам и перепродавались в Триберога. Для того, чтобы переехать в Москву, братья Меладзе заняли 25 тысяч долларов. Это же черт. Почему не снимаешь? Время уходит, стык и позор. Меня нет на экране до сих пор. Первые русские клипы родом из начала 80-х. Тогда на Мосфильме, разгадав успех музыкальных фильмов, стали снимать «Пришла и говорю» с Аллой Пугачевой. Этот фильм о ней самой с песнями певицы. Деланными как клипы. Но тогда эти клипы можно было смотреть только из-за Пугачевой. Теперь к 93-му. Клипы сами уже делают артистов. Наталья Ветлицкая, черно-белая песня «Ты только не говори мне, ты только не говори мне». И Алену Свиридовой про «Розовый фламинго». Я думаю, что это были вот такие первые ласточки, именно когда клип делал артиста. Условия конкурса оценивают не исполнителя, а клип. Первый раз режиссеров клипов так выделяют. Их после назовут поколением клипмейкеров. А название фестиваля «Поколение 93» уже сейчас на этом настаивает. Но клипмейкеры таких слов-то не было. Это придумали какие-то не очень воспитанные журналисты. Надо было как-то окрестить или там повесить ярлык. Отцы-основатели. Сын режиссера Сергея Бондарчука, автора «Войны и мира» Федор Бондарчук. Клип «До свидания, мама морального кодекса». Революционный «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой и бесчетного числа роликов артистов-дебютантов. Выпускник ГИКа, сын автора «Неуловимых мстителей» Тигран Киосаян. Снял вместе с Бондарчуком клип «Легенду», «Посмотри в глаза» Ветлицкой, ножи Шафутинского, провокационного «Войди в меня» Ирины Аллегровой. Мы приезжали, говорили, а мы там креветки наварили с пивом, к примеру, поехали. Ну и полгруппы это все срывали съемки. Сейчас страшно это представить. Ну там, что куда, ладно, поехали пить. Ну и правда, завтра доснем. Ну как так, весело все было. Ну у нас было, правда, мало. Мы были такие все крутые, все такие, все из себя. Фонограмма. Сергей Кальварский. Плейбой Ветлицкой. Серые глаза Салтыковой. Кружит непогода. Свеча горела Пугачевой. Плейбой просто герой. С тобой я леди. Это было время романтиков. В то время в стране были романтики и в политике, и везде. Такое было романтическое время. Точно так же и в этом виде бизнеса мы в основном были романтики. Нам это все нравилось, это был кайф. Мы выпивали, тусовались, придумывали, снимали. Это не было для нас работой. Я бы так прагматично сейчас, в те годы, не обсуждал. Потому что они были совершенно не прагматичные. Потому что эти деньги, которые зарабатывались, тут же тратились, пропивались и так далее. Поэтому это не было бизнесом. Совсем. Режиссер Юрий Грымов снимал первый клип «Алсу», клипы для Пугачевой, Леонтьева и всей элиты эстрады. Ну, раньше люди все-таки пытались строить то, что называется шоу-бизнес. Пытались выстраивать свои отношения со зрителем посредством видеоклипа. То есть вступать в игру. И у некоторых это хорошо получалось. Я обычно брал под ключ. То есть я делаю, все я вам отдам и практически гарантирую. Ну, успех – это сильное слово, но внимание зрителей я вам гарантирую. И самый, похоже, плодовитый из поколения клипмейкеров – Михаил Хлебородов. Там каждая работа, каждая песня, которая выходила, сразу у всех была на слуху, все ее обсуждали и все ее смотрели там от Калининграда до Владивостока. Все идет от музыки. Если музыка как бы тащит, ложится на ухо, то музыка рулит. И невозможно испортить даже плохим клипом. К утру нового девяносто четвертого года они назовут «Главное лицо – поколение». Через пару минут. Самая красивая женщина – поколение. Первая эротика в клипах. И последняя осень русского рока. Кто и куда ведет поколение? Пару минут. Первый приз «Золотое яблоко» на поколение девяносто три получает бывшая актриса Минского драмтеатра Алена Сверидова за создание лучшего женского образа на эстраде. Она приехала в Москву, становиться звездой и стала. Пришел мой любимый режиссер Миша Клебородов и сказал, я знаю, как надо делать. Вы смотрели «Вок Мадонны»? Вот будем рулить туда. На самом деле, на выходе «Навок Мадонны» совершенно получилось не похоже. Как бы нашли новую стилистику. Но почва была уже подготовлена. Пятое место. Алена Сверидова «Розовый фламинго». Сверидовой удалось невероятное. Сбалансировать на грани очевидной пошлости и волнующей экзотики. Клип балансировал на той же грани. И в результате Сверидову стали любить и интеллектуалы, и попсовики. Четвертое место. Анжелика Варум «Ля-ля-фа». В 90-е годы местным авторам стало окончательно ясно, что единица песни – это не куплет и даже не слово, а просто слог. В кратчивой непосредственности Анжелики Варум с ее «Ля-ля-фа» к концу 90-х будет вторить шумная чечерина с ее «Тулула». Третье место. Наутилус Пампилиус «Прогулки по воде». Русский рок много пел о религии. От БГ до Шевчука, вот и Бутусов, несколько запоздало, обратившись к этой теме, сочинил свой последний, пожалуй, всенародный хит. Ирина Аллегрова и Игорь Николаев «Миражи». Песня об очередной разлуке любопытна в первую очередь текстом. В частности, тут фигурируют воскресные походы в церковь. Образ со времен бунинской прозы, нечасто посещавший отечественных лириков. Первое место. Алла Пугачева «Осенний поцелуй». В 90-е Примадонна редко радовала настоящими хитами, но «Осенний поцелуй» несомненно войдет в 50 лучших ее песен. «Осенний поцелуй» после жаркого лета, ты, может быть, один, так почувствовал лет. Клип Михаила Хлебородова на песню «Сверидовой» «Никто никогда» жюри поколения 93 посчитает пределом тогдашней стильности. Стильным тогда считалось все, что черно-белое. Я думаю, что это был максимальный цвет, который мы могли сделать в то время, да? Потому что не было мощных перегонных аппаратов, которые перегоняют с пленки на видео. И пленка сама по себе была другая. И на самом деле, да, они, конечно, малоцветные, да, но это была единственная возможность сделать их похожими на фирменные. В этом фильмике Федора Бондарчука на песню «Лики Стар» уже никто не вспомнит громадины и сложность декораций. На них ушли десятки тысяч долларов. В «Революции» смотрелся один недолгий кадр, в котором тогда уже знаменитость «Лика Стар» не постеснялась показать. Пыталась выразить саму себя, и в этот момент ты не думаешь, господи, куда это, что... Ты просто идешь, как бы, это тебя... и тебе это не страшно. То есть я не видела в этом ничего вообще. Я пыталась там прикрываться, как бы, но все равно получилось очень красиво. Это же не то, что сегодня мы видим, там, в откройте интернета... Там тогда интернета не было. Третью премию тоже получает Бондарчук за клип «БГ» и Джоанна Стингрей «Come Together». Красивый жест, две почти уходящих натуры, поют «Битлз». Красивые как-то очень не для всех. Клип на песню «Осень» сняли за пару часов в Александровском парке города Пушкин. «Что такое осень» он не попадал в эту волну таких вот выпендрежных первых вот таких стилевых поисков. Ну, да, можно назвать это таким... примитивизмом, наверное. В году утверждения у нас стиля поп-музыки в Москве дают гастроли Майкл Джексон, король этого стиля по всему миру. Майкл Джексону слушали конкретные лохи. Да, Майкл Джексон, понимаешь, это такая же матрешка с Горбачевым, только привезенная в Америку. Да, смешной, чудаковатый, страшная пугало. Ты сюда опоздал просто, ну, пораньше приехал. Это мы его опоздали позвать. Слухи года. Говорят, Майкл Джексон в Лужниках не настоящий. В Москву приехал его двойник, а поскольку концерт на стадионе не разглядеть. Рассказывают, старейшая солистка комбинации Таня Иванова сбежала вслед за своей любовью бас-гитаристом, о котором известно только, что его зовут Игорь, в Австралию. И тем развалила группу. Шепчутся, что Филипп Киркоров, вернувшийся недавно из Америки, с новыми волосами и синими глазами, несмотря на свои 26 лет, продолжает расти. Врачи считают, что это крайне редкая патология. В апреле Филипп даже лег в больницу на обследование. Диагноз медиков. Трудно предсказать, как дальше будет развиваться этот странный процесс. Через пару минут. Как далеко сойдет поколение 93? И как клипмейкеры станут кинорежиссерами? Пару минут. Тогдашние клипмейкеры теперь снимают кино. Бекмамбетов поставил дозоры, Кончаловский антикиллеров, Хлебородов параграф 78, Абандарчук девятую роту и обитаемый остров. Ну, можно сказать, что они набили руку, но и до сих пор являются неотъемлемой частью тусов. В 2000-х фестиваль поколения уже не вообразить. Да и время клипов как-то само собой ушло. Да и потом популярность как таковой песни, она размывается. Песня занимает свое обычное место. Сейчас мы с тобой сидим, он где-то парнишка за компьютером уже строгает новый хит на два дня, который обязательно в интернете взорвет общественность. Поколение 93 еще и высветило, что прежнее поколение рокеров становится классикой. Может быть поэтому. В этом году рокеры без конца устраивают совместные акции, вроде как «Мы вместе» или «Мы против», отсюда «Рок против террора» и подобное. Вместе они и в главной рокерской песне той поры. Так ходили гопники с магнитофоном электроника. И так это было. В общем, это тоже знак того, что вот они как бы... Ну, дворовые пары. Да, дворовые пары. Свои, да. Мне кажется, этим клипом вот они пытались выразить как раз то, что они переходят в некую фазу уже легенд, да? Опять три богатыря. Но в душе остаются те же самыми пацанами с магнитофоном. Опять же песня про осень. Осень эту... То бишь весна уже где-то была. Осень скоро, значит, зима. Стает стаей город во мгле. Осень, что я знал о тебе. Сколько будет рваться лесба. Осень вечно права. Стает стаей город во мгле.